Привет, друзья, с вами я, Триан. Сегодня будет видео про стейблкоины, будущее. Итак, самое важное, что мы должны понимать. Для создания каких-либо законов нужны прецеденты плохие. Для того, чтобы эти хорошие законы вышли. Закон это лимиты, рамки, где люди рамки, старше и ниже, не могут делать того, что могут делать люди, которые стоят выше. Которые имеют настолько власти, которые позволяют им писать закон. Закон для рамков ниже людей. Всегда. Я не пессимист в этом смысле. Я вообще пожилый не пессимист. Так что, есть законы, будем с этим считаться. Или же, есть образованность, которая позволит в будущем создавать, изменять эти законы. Нет этой образованности. Значит, так вам и надо. Итак, центробанки с фиата переходят на Central Bank Digital Coin. Самое короткое понимание, что это такое, это не цифровой доллар. Это не цифровой рубль, который есть и сейчас. Нет. Это тот вариант цифровой валюты, который можно программировать для того, чтобы контролировать его передвижение. С целью унищать или увеличивать направление этой валюты в экономике для экономики. Для того, чтобы экономика стала лучше. Контролировать кошелек конечного пользователя. Где он может потратить, сколько он может потратить, сколько он может хранить для своего будущего. Все это контролировать так, чтобы усреднить, но увеличить качество жизни среднего пользователя этой валюты. Никто не будет ставить какие-то лимитов на то, чтобы вы зарабатывали больше или стали богатым. Нет, пожалуйста. Дело не в количестве средствах. Богатый – это не тот, который имеет больше средства. То есть, это богатый. А те, кто печатают средства, они не богатые. Это совсем... Поэтому я говорю, это ранга. Это ранга выше. Которая может смотреть, насколько ты радуешься, что ты становишься богатым. Хочешь стать богатым? Пожалуйста. Создай что-то, продай больше. Или сервис делай. К примеру, экономика нуждается в увеличении оборота средств. Поэтому, дорогие пользователи нашей валюты, вы не можете хранить больше, чем, скажем, например, 10% от вашей зарплаты. Это я просто пример привяжу. 90% вы должны тратить. Если не потратите в течение этих дней, оно будет сокращаться. Скажем, 5%. Просто уничтожится. Поэтому потрать. Ты потратишь, то есть купишь что-то, продажи увеличиваются, будут увеличиваться. Оборот увеличивается, продажи увеличиваются. И вот эта цель достигнута. В котором экономика нуждалась в повышении оборота средств. Цель – это создать полностью контролируемые валюты. Для того, чтобы это вышло, нужно, чтобы были позволены создавать валюты. Чтобы не говорили, это электронная тюрьма, вот из-за вас все плохо. А из-за нас все плохо, пожалуйста, создавайте валюты. Мы даем несколько лет, вы создаете валюты и делаете все, что хотите. Увидите, сколько люди честны и сколько они о вас заботятся. Компании. Компании хотели иметь, корпорации хотели иметь свои валюты, свои стейблкоины. Мы даем возможности. Очень важно. Не делаем законы. Открываем беззаконие, другими словами. А в беззаконии единственное, что будет процветать – это воровство. То же самое и терра, то же самое и бинансы. Не дое. Хотите купить, продать без законов? Вот вам тот, как назывался, экченж, который еще несколько лет назад взял все деньги и дали FTX. Более большой. И это не конец. Еще будут. То есть плохие прецеденты для того, чтобы вышли хорошие законы. Потому что никак ты не можешь контролировать, если ты не покажешь, что я ради вас стараюсь. Тедер, на которого на 800 миллионов долларов или 900 миллионов долларов акт, так и сидит в Нью-Йорк Financial Department. Судебный процесс там стоит просто. Почему? Я это говорил еще много лет назад. Все это, ты сначала, когда делаешь беззаконие, позволяешь беззаконие, ты начинаешь собирать карты. Чтобы потом с этими картами начать вот вам. Не было этого. Вот первая карта. Украли вот столько денег. Не было этого. Не прошел аудит, напечатал сколько захотел. Украл вот столько денег. То есть ты собираешь карты в это время. Сейчас же, когда активизировались вот эти, уже нужно время регуляции, чтобы оно пришло. До 25-го года оно придет. Начинаем брать воров, хулиганов, сажать их. Начинаем хотя бы уже этот процесс. Я за, всегда был за тем, чтобы пришла регуляция. Те, которые вот настолько безответственно хулиганят, конечно, они в итоге и будут теми флажками темах президента, президентов, на которые будут строить новые законы. По которым, опять же, средства должны печатать только те, которые ответственны. Они на несколько лет немножко были неответственны. Вот что случилось с вами. Поэтому ставить на то, что USDT или BUSD или какой-то BDUSD имеет будущее, оно не может иметь будущее. Потому что оно создано, позволено, чтобы создалось только с одной целью. Чтобы в итоге быть прецедентом плохим. Или другую часть этого видео смотришь, Сизи говорит, что его спрашивают касательно аудита BUSD, проходили или нет. Он говорит, что это не я, это Paxos, они должны пройти аттестацию. Или это, наверное, аудит. Ну, это не я, это не я, 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 я. Если выбрать из стейблкоинов, я ставлю на USDC. Всегда ставил на USDC. Потому что не только они проходят все регуляции и аудиты и аттестации, плюс там Стивен Митчин, директор финансов США. То есть, если мне нужно над чем тут что-то взять, что вот на этот стейблкоин можно положиться хотя бы до. Я на USDT никогда не буду полагаться. Или на BUSD. Или какой-то новый USD. Понимая то, что они должны стать прецедентом. И с Binance то же самое. Так вот, мы должны понимать, что если храним какая-то наша часть активов в стейблкоинов, то или же я лично храню в USDC, или же в DAI. Почему в DAI? Потому что я очень хорошо отношусь к тому, чтобы стейблкоин создавался алгоритмически, уничтожался алгоритмически. И был консенсус, который стоит над этим алгоритмом. И этот консенсус гарантирует децентрализацию решений изменений в этом алгоритме. В таком случае у нас не будет стороны, которая для своих личных целей будет печатать, сколько ему нужно. Или изменит алгоритм. Гарри Гензлеру спрашивают, стейблкоин это секьюрти или нет? Человек говорит, что это секьюрти. Неважно, это стейблкоин, то есть актив, у которого цена не меняется. Или же это актив с меняющейся ценой. Или вообще это совсем другой актив. Смешно то, что этим самым выражением он говорит, что любой фиат это секьюрти. Просто я же не имею права сказать, что это доллар от секьюрти. В будущем только у нас две возможные варианты стейблкоинов. Первое, это CDBC. Второе, контролируемый алгоритм для корпораций. Этого будет. Это точно будет. Но для того, чтобы это было под очень жестким контролем, был прецедент, как терра, например. Хранить свои средства в USDT или в BUSD или в других таких? Нет, не буду. Не хранил и не буду хранить. Максимально сдерживайте себя от вложения в прецедентов. Если же у вас нету своих собственных целей, когда что, почему. Листь довольно велик. Спасибо большое. Увидимся. Спасибо.